Здравствуйте, друзья. Я Шагин Анатолий Алексеевич. В основном я идеолог творческого класса. Это основная моя теоретическая деятельность. Я написал книгу «Социал», который отражает теорию социализма экономического. И в том числе там исследовались и формы движения материи. В моем докладе представлены результаты философского исследования геологии как новой формы движения материи. Ранее в предыдущих наших конгрессах я делал доклады по зоологической форме движения материи, информационной и политэкономической форме движения материи. Вообще-то я не геолог, но принципы, которые заложены мной в исследовании форм движения материи, позволили мне немножко разобраться с этим вопросом. Вообще я преследую следующие критерии. Второй вопрос философии, который мы исследуем, исследовать должно человечество, это вопрос о формах движения материи. К сожалению, наши материалисты зациклились на основном вопросе философии, отношении материи и сознания. А вот когда мы признали, что материя все-таки первична, то вторым вопросом является классификация вообще всей материи. А эта классификация дана именно в формах движения материи. В марксизме мы видим, что классификация форм движения материи представлена в следующей последовательности наук. Это механика, физика, химия, биология и социология. Но я предлагаю рассмотреть именно геологию как новую форму движения материи. Основной принцип, который я использую в исследовании, это непрерывность развития материи. А основной метод, который я использую, это анализ определений. Глубоко в геологии я не разбираюсь, и даже поверхность в основном не разбираюсь. Но когда разбираешь определения, то встают некоторые задачи, решаются без рассмотрения даже каких-то огромных томов книжек. Вот при определении форм движения материи я разработал целую систему, которая говорит о том, что надо ответить на следующие всего 13 вопросов, чтобы определить форму движения материи. Значит, надо определить место расположения самой материи, историю ее возникновения, первый элемент материи, дать определение, что это за материя, описать природу рождения материи, описать энергетику, размер, виды и сверхматерию. И также дать природу вырождение данной формы движения материи. Желательно дать методы исследования, определить, какая наука производит это исследование, и законы, по которым развивается материя. Непрерывность развития материи представлена мной в графике. График показывает на рисунке 1 график развития материи. Здесь по оси, вертикальной оси, дано энергия взаимодействия, первые элементы в каждой материи, а по горизонтальной оси это время существования нашей Вселенной, по Гамову. И здесь показано, что после механической, физической и химической должна наступить геологическая форма движения материи. Вслед за которой следует биологическое и социальное. Этот график показывает нам, что материя в природе развивается непрерывно. Есть какие-то, конечно, отклонения, но общая тенденция развития материи, она неизбежна. Здесь показано, что геологическая материя возникла примерно 4,6 миллиардов лет назад на нашей Земле с появлением самой планеты Земля. Для того, чтобы определить, что же такое геологическая форма движения материи, нам необходимо рассмотреть историю возникновения предыдущей формы движения материи, а именно химической. химическая форма движения материи, что же такое и как она развивается. Мы помним определение Энгельса, что такое химия. Химия – это физика атомов. Рассмотрим по модели большого взрыва, которую предложил Гамма в 1948 году. История показана, история развития материи показана на рисунке 3, 4, 2. Мы видим, что только через… Чем у нас представлена вообще химическая форма движения материи? Основным элементом химической формы движения материи является атом. До появления атома не было химической формы движения материи, а с появлением атома появилась химическая форма движения материи. Если относительно начала взрыва считать, то атом появился через 380 тысяч лет после начала взрыва. Через 380 тысяч лет, ни раньше, ни позже. После появления большого взрыва через 800 миллионов лет уже родились первые звезды и галактики. Процессы, которые происходили в звездах, нам всем известно, там происходила генерация химических элементов. Там водород превращался в гелий, гелий превращался в неон, в кислород, углерод. Эти элементы, в свою очередь, превращались в кремний углерод. И последним элементом, который, считается, появился, это было железо. Затем звезда проходит стадию взрыва, в результате которого или появляется нейтронная звезда, или черная дыра. Но при взрыве вот эти все первые элементы, которые образовались в звезде, они разлетаются по галактикам. И, в общем-то, из них в большинстве случаев и составляются планеты. Мы рассмотрели, значит, историю химической формы движения материи, А теперь начнем историю геологической формы движения материи, которая началась 4,6 миллиарда лет назад и с появлением планеты Земля. Но здесь встает вопрос, когда же на Земле, как планете, появилась геологическая форма движения материи. Есть две концепции. Философ Кедров относил к геологической материи все движения вещества Земли в целом. То есть он писал, носителями геологической формы движения материи является все вещество Земли. В противоположность ему Вернадский настаивал на корковой гипотезе. То есть он говорил, что активная часть планеты это область геологических изменений и она сосредоточена на поверхности Земли. То есть вопрос о том, что является геологической материей, то ли вся планета, то ли корковая его часть, до сих пор находится в рассмотрении. Я приблизительно посмотрел по состоянию всей нашей Земли и убедился, что корковая гипотеза происхождения Земли, она является более достоверной. А почему? Здесь дело в том, что даже внутреннее ядро, например, существует при температуре 6200 градусов. Даже мантия, которая находится под коркой, и то температура ее составляет 4500 градусов Цельсия. А для того, чтобы происходили химические реакции, температура должна быть в основном нормальной, то есть порядка 20, 24 градусов. А при температуре, например, при температуре 1500 градусов вода разлагается на кислород и водород. То есть вообще не может образовываться даже воды при температуре 1500 градусов. Таким образом, можно сказать, что в центре Земли находится смесь атомов, которые перемешиваются за счет вращения Земли. То есть в центре Земли находится расположена химическая материя, а геологическая материя находится только при низких температурах корки нашей Земли, которая составляет всего одну двухсотую от радиуса Земли толщиной. Ну, здесь вот эта вот корковая составляющая, она интересна тем, что она связана с остыванием Земли. А остывание Земли у нас еще связано с температурой плавления элементов, которые появляются на поверхности Земли. Если мы посмотрим, то температура плавления графита составляет 3600 градусов. То есть первым на поверхности Земли появился углерод, затем уже переклаз, кварц, и по мере остывания Земли стали появляться остальные минералы. Рассмотрим, что же является первым элементом нашей геологической формы. Мы выяснили, когда она началась. Рассмотрим первый элемент. А первым элементом нашей геологической материи являются минералы. Вообще-то минерал получается первым элементом всей геологической материи. Минерал получается в результате взаимодействия двух атомов. В результате ну а именно например минерал переклаз это магний минерал кварц это окись кремния и другие минералы которые образуются в результате соединения нескольких атомов. Таким образом минерал это геологический элемент. Как только мы определили геологический элемент мы можем сказать точное определение что такое геология. Геология это химия минерала. Первые источники определения минерал дают следующее. Например в словаре в Сигеи минерал называется природное химическое соединение как правило кристаллические структуры образовавшиеся в результате процесса протекающие на земле или на других космических телах. Ну честно говоря что это довольно-таки туманное определение. Ну а если смотрим в Википедии то там определение минерала такое. Минерал это однородное по составу и строению часть горных пород. Пруд метеоритов составляющие естественным продуктом геологические процессы представляющие собой химическое соединение или химические элементы. Ну мы здесь сталкиваемся с рудным принципом определения минерала. Ну как изначально минералы добывались путем из горных пород там то есть как шел как минерал как руда. Но вот в определении Википедии мы можем что видим что это еще и химическое может быть соединение. То есть независимо от того добывается как руда не добывается это может быть и химическое соединение. А есть еще принципы геологические которые утверждаю я. Для того чтобы определить принципы дать определение минералам надо рассмотреть физику образования минералов. В природе молекулярной материи существуют силы более слабее эквивалентных связей например такие как водородные связи или эстретические диполь-дипольные взаимодействия. Эти взаимодействия связывают уже не атомы а целые молекулы. Если атомы соединяющиеся молекулы обладают различной электростатичностью то электронное облако находящееся между ними смещается от центра массы молекулы к этому более электроцветательному как показано рисунке. То есть у нас центр масс и заряды располагается центр заряда располагается несимметрично. Это приводит к тому что молекулы начинают взаимодействовать между собой как заряженные частицы. Схема расположения зарядов для воды показана на рисунке 7. здесь особенностью особенностью является то что дипольное соединение дипольное соединение оно обладает особенностью по сравнению с ковалентом. рассмотрим это на примере воды. Химически это формула H2O которая получается при соединении водорода с кислородом. Химически отдельная молекула и совокупность молекул объединенных дипольным вот этим соединением химически это одно и то же а вот здесь показано что появляется дополнительная связь дипольная которая немного но физические свойства довольно-таки существенно меняет. Вот для воды в виде пара мы имеем молекулярное состояние воды а для воды в виде жидкости мы имеем дипольное соединение вот различия между молекулярным и дипольным мы можем проследить на следующем примере например вот если мы возьмем молекулу водорода и разрушим ковалентную связь которая существует между водородом и кислородом для этого нужно нагреть воду до температуры порядка полутора тысяч градусов и тогда вода распадается на кислород и водород а вот для того чтобы разрушить дипольное соединение то есть перевести разрушить дипольное соединение нам необходимо достаточно нагреть только до температуры 100 градусов вода начинает кипеть и переходит в молекулярное состояние таким образом можно сказать что отдельная молекула является химической материи а вот дипольное соединение этих же молекул уже является геологической материи ну и в общем-то по состоянии воды и состоянии пар мы видим что физически это как бы разные объекты а химически один и тот же обобщая обобщая понятие минерал на уровне молекул мы можем сказать что минерал это дипольное соединение молекул здесь вспоминаются слова Менделеева который говорил если нет еще развития всех или большей части этих обобщений знание еще не наука не сила а рабство перезазучаемое вот это понятие минерал как дипольное соединение молекул оно радикально меняет все состояние по отношению к геологической форме движения материи я посмотрел и нашел в общем-то вот этих связей дипольных связей вот перечень там 12 видов дипольных связей когда молекулы соединяются электростатическими между собой 12 видов то есть это не как бы не моя выдумка а их разнообразие огромное но здесь надо отметить что кроме простого соединения в виде вот здесь вот пока надо так сказать когда молекулы воды между собой соединяются мы можем назвать это однородный так сказать состав и можем назвать его минерал первого рода а есть минералы второго рода которые я назвал когда соединяется дипольно соединяются не однородные а разнородные минералы ну которые вот например показаны на рисунке здесь тоже появляется дипольная она называется пептидная связь но здесь характер уже немножко изменяется это более сложные связи которые эти связи изучаются уже не не химией а изучаются органической химией еще вот второй пример это вот появление реакция появления белка когда две аминокислоты соединяются пептидной связью с образованием с выделением воды но образовывается диапептид диапептид который является уже белковой структурой кроме минералов второго рода есть еще минералы третьего рода ну и минерал третьего рода я определил как дипольное соединение ансамбля минералов это когда количество молекул которые входят в данное соединение там уже десятки сотня то и тысячи молекул которые составляют пример вот показано валиномицин который обладает кроме так сказать еще особыми свойствами вот эти молекулы они могут захватывать катион калия захватывать перетаскивать в другое место и потом отдавать на этом построены уже многие лекарственные препараты вершиной же минералов третьего рода является молекула ДНК мы всегда видим статические картинки которые разделение и образование новой молекулы ДНК а вообще это сложнейший динамический процесс в результате которого молекулы ДНК делятся и захватывает недостающие части из окружающей среды присоединяет и потом образовывает новую спираль более простым является вот например видео которое сняли японцы здесь показан шагающий белок миозина 5 который перетаскивает молекулы эндорфина по актиновым волокнам и когда эта молекула дойдет до головного мозга то радостей будет огромное количество но это уже это это видео то есть показано что даже на уровне молекул возможно целесообразно какое-то движение хотя это еще не живая материя но очень близко в заключении доклада надо сказать что геологическая форма движения материи можно представить геология должна быть представлена как отдельная форма движения материи которая находится между химической и биологической и в ряду остальных форм движения материи она проявляет себя как результат взаимодействия молекул если физическая как результат взаимодействия молекул с появлением атома химическое это взаимодействия атомов с появлением молекулы то геологическая это взаимодействие молекул с появлением организма И так далее. И она является необходимейшим звеном между химической и биологической формой движениями. И так далее. У меня вопрос, касающийся соотношения биологической формы движения материи и тех сфер планеты Земля, которые примыкают к литосфере. Если я понял, что это минералогическая форма организации, то, наверное, литосфера является основным носителем геологической формы движения материи. А как гидросфера, атмосфера, биосфера, включая почву, я так понял, не включается в геологическую? Почему? Включается? Включается? Конечно. Это уже биологическая форма организации. А? Биосфера, включая почву, это уже предмет биологии, а не геологии. Тем не менее, вы включаете их все в геологическую форму движения, да? Нет, просто формы движения материи, они вообще в природе пересекаются между собой. И химическая форма движения материи, они действуют одновременно. Просто кончается эра от новой формы движения материи, и начинается новая эра. Но потом они все вместе взаимодействуют. И биологическое, и геологическое, и социальное, они все в комплексе взаимодействуют. Ну, это несколько разные, наверное, категориальные ряды, да? Вот эти сферы, которые я называл, и формы движения материи, они как-то пересекаются между собой. Конечно. Ну, хорошо, спасибо. К вам спасибо. И если у кого-то есть вопрос, у меня чат просто слетел, обновился, поэтому я ничего не вижу. Если кто-то хочет что-то спросить, то можете включить себе звук и спросить. Ну, как-то руку никто особо не тянет. Ладно. Или ничего не поняли? Так, ну ладно, я говорю, коли никто ничего не спрашивает, тогда нам остается поблагодарить... Позвольте мне спросить. Да. Уважаемый докладчик излагал совсем не формы движения материи, а формы формирования наших знаний, физическое, химическое, о некоторых частых формах материи. То есть разговор идет о том, что находится в голове у познавающего субъекта, а не вне его сознания. То есть это не о материи разговор был, а о наших знаниях. А наши знания, если не отражают наше материальное состояние, то они бессмысленны. Так вы, значит, разговариваете о формировании наших знаний? Конечно. Почему доклад назван о формах движения материи, а не знаний о материи? Нет. Форма движения материи, мое представление о формах движения материи я изложил. У вас может быть другое представление о формах движения материи? Хорошо, спасибо большое. Вы разговаривали не о материи, а о нашем сознании. Спасибо. Нет, я сознание вообще не принимаю как понятие. Ну, химия, физика – это понятие, существующее только в голове у вас или у нас, у познающего субъекта. Но это не материя. Ну, как же, не материя, интересно. Физика и химия – это не материя, это наука. А науки существуют в головах людей и только в головах людей, больше нигде. Все науки, они имеют прилагательное, и они относятся к материальным объектам. Все науки объясняют материальные объекты. Если ваша наука объясняет ваши мысли о чем-то, то это не наука, а какая-то идеология новая. Так, хорошо, спасибо. Иван Михайлович, вы руку тянете вверх. Иван! Зачем вы каждый раз руку? Включите звук, вас не слышно. Слышите меня, да? Сейчас слышно. Только звук идет так себе. Звук ужасный. Меня слышно. Ну, кое-как какие-то отдельные фразы слышно. Я говорю, отдельные фразы слышно, но у вас связь какая-то не очень. Понятно. Давайте я начну с защитой докластика. И вот, в то, что оппонент, я прошу, вы напомните себе, геологический материализм, который мы учили в гусах. Там что-то определено, что есть в геологическом форме движения материализма. И в час, это то, что горячится в галате. Всего доброго. Вот это форма движения материализма, спрашивают материализм. Так, я надеюсь, кто-то что-нибудь понял, что я почти ничего не услышал из сказанного. У него, наверное, картофельки ревибрируют. Так, ну, что-то со связью. Иван, если вы хотите ваш комментарий, и это был не вопрос, а комментарий, то он может в чате его описать, потому что мы толком ничего не услышали. Да, так, ладно, сейчас еще руку тянет, это явно не фамилия, имя, товарищ вилитивист. Я так понимаю, вопрос есть. Да, да, слышно меня, вопрос есть к докладчику. Значит, ближе к концу было сказано, что в японском мультике там вот перемещаются, и это еще пока не живая материя. Вот я спрашиваю, а вот дауны, они тоже не живая материя? Или человеку там убрать зрение, слух и так далее? Что это? То есть вы говорите на том уровне, это еще не живая материя? Хотя на самом деле это уже давным-давно живая материя. У меня такое впечатление. Живая материя, она должна уметь самовоспроизводиться. Вот эти белки, они самовоспроизводиться не могут. Поэтому, ну как, а часы от живая материя, они тоже ходят. И что? Тоже живая материя? Так, а вы отличаете одушевленные от неодушевленных предметов? И вообще от материи одушевленные и неодушевленные? Нет, для меня душа... Для меня душа не имеет никакого значения. Кроме психологического. Просто так можно, конечно, далеко уйти с тем, что, а мыслят ли камни и так далее. Вот. Но здесь конкретный случай далеко не про камни, а про то, что внутри нас находится. Я, честно говоря, сомневаюсь. И вы говорите, что не может воспроизводиться. А клетки вообще не делятся, что ли? Что такое деление клеток? Не может воспроизводиться именно данная молекула. Эта молекула, это не какой-то организм, а это молекула. Так, а из чего состоит молекула? Молекула из атомов состоит. Нет, конкретно вот эта молекула. Это конкретная молекула. Состоит из атомов и молекул. Ой, из каких атомов она состоит, эта молекула? Не, ну, возьмите валидомицин. Если вы в энциклопедии посмотрите, то там все это относится в конечном итоге к клеткам, которые делятся. Нет, это клеток миозина. Белок миозина входит. Это не клетка, а отдельный белок. Представьте, что белок... Что такое белок, товарищ дорогой? Так, я предлагаю фразу, товарищ дорогой, не употреблять. Как бы они доброжелательно не звучали. Ну, окей, я все понял. В общем, вопросов больше нет. Спасибо. Так, значит, к слову про белок. Это тогда уже я спрошу. Белок-то считается органическим веществом? Органические вещества... С какого этапа организации вещества ее считать живой? То, что называется. Ну, с этапа клетки. Продолжение следует...